Всем привет ребятки, с вами Флэш. У нас походу на полном серьезе в Расте появилась новая профессия. И это не водопроводчик. У нас испокон веков всегда был фармер, человек который фармит ресурсы. А теперь походу появился фермер. Ну как бы он всегда условно был, но это по большей части было хобби, потому что все куда-то что-то сажали, это не составляло никакого труда, не надо было особо за чем-то следить. Посадил, собрал и все. Можно было вообще ничего не садить. И сейчас же с появлением парочки новых магазинов в городе бандитов и NPC фермерство стало действительно экономически целесообразно. То есть теперь фермер может себя избавить от какого-то количества фарма, такая игра слов, и грубо говоря занимаясь своим любимым делом, выращиванием всяких растений, там клонированием, просто не бегать по дорогам и долбить бочки. Как это будет все работать, сейчас я вам покажу. Но перед этим быстренько о других мелких изменениях в игре. Снизили стоимость ковров. Теперь они вместо 100 тканей стоят всего лишь 25. Достаточно запоздалое, но логически правильное изменение. Это конечно нужно было сделать сразу с вводом лошадей. Я на это сразу обратил внимание, как только лошади у нас появились, я даже не помню уже когда. В общем, мины теперь реагируют на лошадей тоже. Раньше лошади спокойно по ним проходили и вообще никак вы не смогли бы на них взорваться. Теперь же, мина активируется, причем смотрите, я хотую лошадь, ну я сейчас в год моде, естественно я бы уже давно умер. Но лошадь удивительно выносливо к взрывам. 4 мины потребовалось, чтобы убить лошадь, причем у него вроде, не помню, 100 хп, ну полное хп было или нет. Давайте еще один тест проведем, 400 из 400, да я сразу не обратил внимания. Давайте смотреть. Ага, по 100 хп, да, 4 мины выдерживает ровненько. Ну это удивительно, ну конечно наездник вряд ли что-то выдержит. Кстати, если на лошадь надеть броню, допустим деревянная отдает защиту 25%, лошади 35 наезднику, а железная из дорожных знаков по 50%. Вот если допустим железную надеть, я уже на одну минку наехал, снялась 75. Давайте на следующую наедем. Да, по 75 снимаю, то есть защита увеличивается. Сейчас я попробую снять год мод и проехаться уже, себя тоже надеть в какую-то броню, проехаться в полном обмундировании. Так, одеваем лошадь в броню и собственно себя тоже одеваем в листовую броню, потому что у нее аж по 17% защиты именно от взрывов. Ну что, поехали, год мод я снял, 100 хп, 440 даже у лошади, я ее подкормил. Посмотрим, что будет происходить. 30 хп. Блин, нифига себе, ну как даст. Три мины точно выдержите, лошадь еще больше, то есть больше всего страдает наездник с учетом того, что у меня еще эта защита и лошадь мне еще 50% дает. Да, четвертая фатальная. Ключевые замки теперь стакаются по 10 единиц. И небольшое изменение по видеокамере в аэропорту. Вот отсюда камеру убрали, которая смотрела на НПЗ, не знаю по каким причинам, напишите, если кто знает. И переместили ее вот сюда. Вот она. Теперь она смотрит как бы такой общий план на аэропорт. Ну давайте посмотрим, как это выглядит из самой камеры. Кстати, эту камеру тоже переименовали, теперь у нее название Airfield Helipad. То есть да, она на посадочную такую площадочку смотрит. По мне так даже этот обзор поинтереснее, потому что сразу большую площадь можно посмотреть, перемещение все. Ну не знаю. Ну а теперь к самому интересному, ребятки, к новым магазинам. Добавили два новых магазина в город НПС. Я думаю, что они еще в процессе доработки, потому что товаров очень мало. Например, в этом продается листовой металл за 30 металлолома. Рядышком добавили другой магазин, который уже к фермерству 2.0 больше имеет отношение. Здесь продается, собственно, насос и тройничок. Хотя многие это слово почему-то с другими ассоциируют. Теперь прилетаем в город бандитов. Сюда добавили тоже два магазина. Один находится вот здесь, вот на отшибе. Новенький магазин. Если смотреть по карте, то вот он. Прямо сразу видно его выделяется. Давайте посмотрим на товар. Тут все, что связано с фермерством. Можно купить и переработчик в навоз. В удобрении посадочные боксы, и бочку для полива, и, собственно, сам поливальчик. Распрыскиватель. Цены тоже приемлемые. По 30, а этот 15 стоит. Распрыскиватель. Но самое интересное, ребятки, магазин находится вот здесь, возле магазина с оружием. Магазин с оружием у нас здесь. А с этой стороны, вот он внизу. Это как раз тот магазин, который делает теперь фермерство 2.0 реально выгодной профессией. Обратите внимание, тут мы не покупаем, ребятки. То есть многие сразу могут подумать, что здесь можно купить кукурузу. Нет, мы ее продаем кукурузу, ткань, рыбу и, собственно, навоз. Я, конечно, хотел бы здесь больше разнообразия увидеть, потому что у нас еще есть и тыкву, которую можно выращивать, и картошку, новый продукт. И хотелось бы увидеть это тоже здесь. Но даже по этим товарам уже понятно, что теперь, занимаясь фермерством, можно, грубо говоря, продавать все свои эти товары и обменивать их на металлолом. А за металлолом можно покупать и оружие в том же городе NPC, ой, бандитов и все, что угодно. То есть теперь реально можно заниматься любимым своим делом, потому что многие очень люди любят заниматься именно фермерством, выращивать что-то. И при этом еще это экономически выгодно. То есть, допустим, ты вырастил тысячу кукурузу, пришел, хоп, тысячу вбил. А, 28, почему 28? Потому что максимум только 280. Ну, давайте попробуем купить. Почему-то вбиваются максимум 288. Ну, по 28. И причем обмены, смотрите, один к одному. То есть я тысячу кукурузы продал и получил тысячу скрапа. Также к фермерству имеется в виду, относятся и ловля рыбы тоже многие ставят. Соответственно, тут тоже идет, за одну рыбку дают аж 5. Один к пяти, то есть рыба еще лучше, чем кукуруза идет. Просто вы посмотрите на эти тонны металлолома. Охренеть. На самом деле, разработчики немножко меня опередили. Потому что еще до того, как они ввели эти магазины, у меня уже созрела мысль на Арде Альянсе сделать один вайп, где фермерство будет на первом месте. Я хотел запретить полностью весь крафт любого оружия, любой взрывчатки. И сделать отдельный магазин в городе, где будет все это продаваться за картошку, за кукурузу. То есть наступили плохие времена, еда на первом месте и, короче, все это продается там. И вы представляете, насколько важными бы стали фермеры, которые имеют огромные плантации. То есть люди бы все это строили, ухаживали, делали суперсистемы. Все это скупали бы, всю оружку, всю взрывчатку в свои магазины. А уже через свои магазины могли это выставлять совершенно по другим ценам, как угодно. И как вообще, вы посмотрите, жесть, сколько металлолома. Так, и, собственно, ткань. Сколько у нас тут? По 20 у нас идет максимальное значение. А, она прям быстро уходит, да? 200. Ну, ткань, да, прям улетела моментально, 1000 тканей. Ну и, собственно, навоз. Навоз, он вообще ничего не требует. В плане производства. Удобрения. Чего я навоз называю? Удобрения. Ну, в принципе, одно и то же. Потому что у нас появился в игре, уже все знают, такой замечательный предмет, как компостер. Компостмейкер. Туда вы можете закидывать все, что угодно. И сгоревшую еду, и там какую-то гнилую еду. И все, что после лошадок остается. Вот такой вот навоз. Мертвые растения. Опять же, когда вы выращиваете, у них по-любому будет. Любую другую еду. И это все здесь само перерабатывается. Кстати, уменьшили тик. Он раньше раз в 15 минут тикал. Я это еще заметил, когда первый обзор делал. Очень медленно. А теперь каждые 5 минут происходит тик. И там какая-то часть перерабатывается в удобрение. То есть, даже если вы не занимаетесь активно фермерством, вы можете всяких вам сюда закидывать. И периодически собирать отсюда удобрения. И опять же, в городе бандитов менять это удобрение на тот же металлолом. Это вообще настолько меняет экономику. Даже не сколько экономика, а вот действительно фермерство. Теперь мне прям многие люди написали, что вот мы расстроены, когда фермерство только появилось. Мы думали, что это будет супер. Там все будет завязано на фермерстве. И как бы и ничего дальше. Не было никакого продолжения. А тут бах, вот эти магазины. И теперь действительно ты занимаешься любимым делом. И это тебе приносит еще и прибыль в виде металлолома. А я хотел еще раз повторюсь. На Ardia Alliance именно хардкор такой режим. Там, где будет не только металлолом ты будешь получать за продукты, но и вообще все оружие. Вообще все. То есть, фермеры на один вайп стали бы номер один. Не фармеры, а именно фермеры. Потому что тебе нет смысла фармить там какую-то серую, еще что-то. А ты должен именно выращивать. И все это обменивать, перекупать у фермеров тех же. Это очень было бы необычно. Но теперь уже не имеет смысла. Потому что разработчики сами добавили в магазин. Думаю, возможно, потом ассортимент немножко расширят. В плане то, что можно на продукты обменять. И будет вообще супер. Туда тыкву добавить, потому что ее тоже можно выращивать. И получается, что... И картошку, да. Картошку вообще непонятно. Ее вроде как добавили, а нигде ее... Ну, просто как еду ее делать. Ну, не знаю. Как еду выгодно очень в Памкинг. Потому что она намного превосходит ее по всем показателям. Ладно, ребятки. Пишите все, что вы насчет этого думаете в комментариях. И фармеры пишите. И теперь уже полноценная новая профессия. И фермеры пишите. Вообще... Я не знаю. Я рад, потому что я тоже в глубине души очень люблю заниматься нестандартными вещами в России. То есть не просто тупо рейтам или там по стрелушке. А вот другой мир совершенно, который огромное количество контента, которое не задействовано. Типа, опять же, того же фермерства. И это теперь действительно приносит доход какой-никакой. Вместо того, чтобы ходить в бочки, бегать, бить по дорогам, это и опасно. И тебя могут всегда убить. А ты сидишь просто в своем доме. Там огромная плантация. Все защищено. Воду провел туда-сюда. И все это приносит. Потом на коптере слетал. Все это обменял на скраб. Тот же самый, который ты в бочках фармишь. Поставил там и верстак себе. И там что-то изучил, если тебе там надо. Ну вообще супер, короче. Блин. Мне нравится. Очень нравится. Побольше бы товаров, за которые можно купить. Хотя, опять же, ты получаешь скраб. А за скраб ты в городе NPC можешь все что угодно купить. Те же ловушки, всякие оружки, турели. Это все за скраб продается. Ну в принципе, да, логично, нормально. Все. С вами был Флэш. Как всегда, увидимся в следующем видео.